Чернобыльская авария. О ней было снято большое количество документальных и художественных фильмов разных жанров и метражей. Однако красной нитью через них проходит тема человеческой трагедии – зона отчуждения. Это небольшое словосочетание за 30 лет не потеряло свой тревожный оттенок, а наоборот приобрело новые краски. Боль, скорбь, память. Эти слова будут тождественны еще много лет для тех, чьи семьи затронула беда. В их числе люди в погонах. Именно они оказались первыми в местах загрязненных радиаций. Именно они помогали во время экстренной эвакуации. Именно они несли вахту до тех пор, пока территория была особенно опасна для посещения. Всего за несколько лет почти 1100 милиционеров Брестского областного УВД оказывало помощь в ликвидации последствий. Сегодня многих из них уже нет в живых. А те, кто жив и хранит память об этом непростом времени, всегда почетные гости ведомства. Да, на сегодняшний день многие из них уже ушли из жизни. Многие перенесли тяжкие заболевания. В строю у нас остался. На сегодняшний день проходит службу только один сотрудник, который принимал участие. Каждый год на кануне дня Чернобыльской трагедии мы посещаем наша ветеранская организация, действующие сотрудники. Посещаем места захоронений ликвидаторов. Приглашаем их постоянно на все наши мероприятия. Оказываем им достойную поддержку. Ежегодно в управлении в преддверии Дня памяти Чернобыльской катастрофы проводятся встречи с ветеранами и ликвидаторами. По уже сложившейся традиции самые активные инициативные представители движения награждаются дипломами и грамотами за тесное и плодотворное сотрудничество в деле патриотического воспитания молодежи. И это только небольшая часть проводимых мероприятий. Мы проводим вечера портреты уже ушедших из жизни сотрудников, ну и, конечно, отдаем дань уважения живым. Естественно, принимаем все меры по их поддержке, ну и, конечно же, по поощрению. Откликается на наши предложения именно по поощрению сотрудников милиции и исполнительная власть, и горы с полком. Для всех собирающихся в эти памятные дни в стенах управления внутренних дел, воспоминания о службе в загрязненных районах 80-е – тема непростая и очень личная. Трагедия Чернобыля заставила их, тогда еще совсем юных милиционеров, задуматься над тем, какова же истинная цена человеческой жизни и как просто порой ее потерять. А для кого-то этот непростой отрезок пути в буквальном смысле перевернул судьбу и привел к новой, не менее сложной профессии. Конечно, жутко, страшно было. Когда мы приехали, эти деревни, которые, казалось, только что недавно были оцелены, они стояли пустыни. Жителей не было. Что самое характерное, поразило некоторые дома. Люди уезжали. Казалось, они уехали только вчера. Вымыты полы, наведен порядок. И что самое характерное, видно было, что люди надеялись, что их выселяют, может, неделя-две. И буквально в самое ближайшее время они вернутся к селе домой. Повлияло ли, может быть, вот это на ваш выбор потом, в будущем на смену? Наверное, в чем-то, да. Может, где-то и сказалось. Но не только памятные мероприятия – элемент сохранения памяти о трагических событиях. Особая гордость сотрудников Брестского УВД – стенд, размещенный в стенах музея ведомства, где собраны личные вещи участников ликвидации брещан, документы, фотографии. Экспозиция открыта для обозрения. Познакомиться с ней можно, предварительно согласовав возможную экскурсию с представителями структуры. Продолжение следует...